Восьмого мая 1882 года Русским государем-императором Александром III Был утвержден устав императорского православного палестинского общества Основными задачами общества была поддержка русского паломничества на святую землю И просветительская работа Заботы общества о русских паломниках Не ограничиваются одним удешевлением пути в святую землю Но еще более направлены на удовлетворение их материальных и духовных потребностей на святой земле С 10 февраля 1883 года Общество выпускало специальные книжки для паломников Которые позволяли значительно удешевить поездку в святую землю С русским обществом пароходства было заключено положение Об особых тарифах, которые давало возможность паломникам приобретать билеты с огромной скидкой Так, например, если обыкновенный билет третьего класса от Одессы до Яфы По обыкновенному тарифу стоил 20 рублей 50 копеек в один конец То билет, взятый по паломнической книжке, обходился в 24 рубля в оба конца К концу 19 века число паломников, желающих посетить святую землю Достигло 9178 человек в год Из которых более 4000 оставались на праздновании Пасхи Вот я смотрел на этих паломников, которые пешком шли по пути Христа Мне кажется, вот это больше способствовало, чтобы прочувствовать Но тем не менее, когда сидишь на месте, где Иисус или родился, или рос, или говорил в храме Тем более, где Он страдал и умирал, конечно, это не может пройти бесследно Паломник – это человек, который путешествует по тем местам, где проходили библейские события Для меня паломничество – это знакомство с той историей, с теми событиями, которые были во времена Христа Предположительными местами, где Он ходил, или даже, может быть, и точными местами Их тоже немало И вот в свете Библии посмотреть на все эти места, представить себе И потом по-другому читать Писание – вот это для меня интересно И вот это для меня было паломничеством в таком смысле слова Когда ты прикасаешься к истории, когда ты прикасаешься к культуре Когда ты присутствуешь на том месте, где совершались великие библейские сюжеты Где были библейские персонажи, где места, в которых сам Иисус посещал Где Он творил чудеса Очень интересно, очень много хороших преследований ощущений В 1907 году в дни Пасхи в Иерусалиме осталось рекордное количество русских паломников 6410 человек Большинство паломников стремились провести в Иерусалиме Страстную Седмицу Семь дней, в которые произошли предательства, распятие и воскресение Иисуса Христа Вы знаете, что через два дня будет Пасха И Сын Человеческий предан будет на распятие Сегодня для нас достаточно сложно восстановить историю прошлого Потому что многих зданий практически уже и не сохранилось И то, что мы с вами видим сегодня Это здания, которые были построены где-то в XVI, XVII, XIX веке Но при этом кое-что мы можем увидеть И прикоснуться к истории, оказавшись на этом месте Поэтому мы можем пройти к помещению, которое сегодня в преданиях считается, что там проходила вечеря Господня Вот когда находимся мы в горнице, в этой, как и вы, наверное, почувствовали Очень трудно там что-то почувствовать Но, в принципе, я всегда говорю, постарайтесь представить Как он говорит ученикам своим, пойдите и найдите горницу И накройте там стол и принесите воды И там Иисус омывает ноги ученикам И вот почему-то вот это, как мне показалось, очень многих людей трогает Именно то, что Иисус омывает ноги ученикам То есть великий учитель служит, начинает свое служение Причем уже абсолютно... И он уважает тех людей, перед которыми он склоняет голову И кому он омывает ноги Эти камни тоже отшлифованы ступнями входящих паломников и туристов в это помещение Типа предания находится горница, в которой Иисус своими учениками совершал тайную вечерю Что нам нужно знать о том событии, которое происходило тогда? Вообще само событие, оно очень удивительно По глубине той идеи христианства, которую Христос именно там передает своим ученикам Именно там, в этой верхней горнице, Иисус учит их смирению Свершая нагомовение для учеников Именно там он передает им новый обряд, нового завета Завета уже теперь не в крови агнцев, тельцов или козлов Но завета, основанного на его грядущей жертве Когда он себя отдаст за людей И он вот этот новый завет передает ученикам здесь Чтобы они дальше и других учили этому Здесь же, в этой верхней горнице, Иисус Христос практически свою последнюю проповедь ученикам произносит Которая записана в Евангелии от Иоанна с 14 главы по 16 Где он их, как бы, вдохновляет и говорит Что наступит время, когда я вас оставлю Но вы не смущаетесь Потому что я приду, чтобы взять вас, чтобы вы были там, где я Здесь же, в этой верхней горнице, Иисус говорит Что я приглашаю вас, чтобы вы были во мне, а я в вас Как ветвь и лоза соединены между собою И как ветвь не может приносить плод, если она не будет на лозе Так и вы не сможете в жизни своей сделать ничего Вот эти основные идеи, которые являются основой христианства Они, в принципе, были произнесены в верхней горнице Конечно, нужно сказать, что мы точно не знаем Это помещение оно или не это Потому что в истории очень многое менялось Многое перестраивалось, многое переносилось с места на место Но я скажу, для меня, например, очень интересен сам дух, сама идея Вот это помещение, оно находится наверху здания И вот, возможно, здесь То есть оно не продается забвению Даже те, кто, может быть, не читает священное писание, не обращаются к Библии Во всяком случае, не имеют какую-то информацию для размышления Конечно, каждый человек имеет возможность, по крайней мере, придя сюда Попытаться, остановившись, окунуться в историю Евангелия И в ту атмосферу, можно прочувствовать какую-то Да, я скажу, что очень важно, чтобы каждый мог для себя понять Что вот эта вот тайная вечеря, которая так называется уже в традиции нашей общей Она направлена была Иисусом Христом для того, чтобы каждый человек мог в своей жизни Увидеть и понять, каким образом он может в своей жизни еще раз утвердить свою близость с Богом Утвердить свою веру в Бога, как своего Спасителя Веру в то, что Бог через исповедание грехов дарует праведность Что когда человек исповедует свои грехи, то кровью Иисуса Христа, она может омыть и очистить всякого греха И вот эта вот идея вечери, идея тех символов, которые Господь дал Она является самым глубоким смыслом сути всего христианства Среди посетивших Иерусалим в пасхальные дни был известный русский писатель Николай Васильевич Гоголь Вот что вспоминает о Гоголе его сестра Прежде, до паломничества, одна ирония колола и жгла окружающих Его боялись Теперь он добр, мягок, снисходителен И братски сочувствуют людям Он дышит христианством Местные крестьяне не хотели верить, что их барин умер Среди них родилось предание о том, что похоронен был кто-то другой А барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них Церковь францисканцев очень похожая по форме на слезу или каплю Это напоминание о том, что именно здесь, на вершине горы Елеон Иисус воскорбел, куда сверху Иерусалим Чтобы служила причина такой скорби Знаете, тут церковь даже католики назвали «Господний плач» И Евангелие повествует, что ученики Иисуса Христа Во время одного из их путей Когда они вышли из Иерусалима, поднялись на Илеонскую гору Ученики нашли такое место, откуда очень красивый вид был на храм И храм как раз был день, когда солнце светило в утренний час со стороны спины Ученики ожидали, что Иисус скажет «Какой красивый город! Вы посмотрите, какая красота!» А Иисус плакал Ученики спрашивают, в чем проблема? Он говорит, настанет время, когда здесь камня на камне не останется Потому что все будет разрушено Вот это вот событие, которое должно было произойти спустя буквально каких-то 30-40 лет вперед И Иисус его предвидел И, конечно, он очень сильно переживал, потому что он говорит «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз Господь хотел собрать вас, как птицы собирают птенцов под крыло свое Но вы не восхотели!» Вот этот плач Господа, он очень часто действительно проливает слезу о нас Очень часто, потому что Бог со своей стороны делает все для нас, людей Для того, чтобы мы могли иметь смысл своей жизни А мы, как люди, часто живем так, как нам хочется Только когда нам плохо, мы начинаем спрашивать «Та где же Бог? Почему Он меня оставил?» Он абсолютно неравнодушен Бог неравнодушен, но со своей стороны делает все, что Он может И, конечно же, очень важно, как мы откликаемся на деяние Бога для нас Принимаем ли мы Его любовь, принимаем ли мы Его волю, которая, в общем-то, для нас несет благо Если мы живем и поступаем так, как Он этого хочет Спускаемся по этой узкой улочке, круто идущей вниз И можем себе представить, как Иисус Христос с учениками своими шел здесь, по этой дороге Когда они беседовали вверху, на Иллионской горе И дальше шли в Иерусалим Мы сейчас с вами находимся возле так называемой долины Кедрон Стены Иерусалима И вот с той стороны, вдоль иерусалимских стен, через долину Кедрон Иисус Христос вошел в Гефсиманский сад После вечери, который Он совершил с учениками своими В Гефсиманский сад, где происходило ключевое принятие решения о спасении человеческого рода Гефсиманский сад, конечно, всех абсолютно трогает, всех задевает И очень часто там люди в основном говорят о том, о предательстве Иуда В основном говорят об этом, что самый близкий, в принципе, человек, которому, как мы знаем, есть разные теории Так что, может быть, как он мог поцеловать Иисуса и передать его в руки стражников Семь дней, которые предшествуют христианской Пасхе, называется Страстной неделей В эти дни верующие вспоминают патриарха Иосифа, проданного братьями в Египет Как прообраз страдающего Иисуса Христа А также предательство Иуды Там же вспоминается грешница, которая помазала ноги Христа драгоценным миром и подготовила его таким образом к погребению В эти дни вспоминается тайное вечеря и, конечно же, молитва Иисуса в Гефсиманском саду Таких садов, как Гефсиманский, очень много в Израиле Дерево олива, наверное, самое распространенное дерево в Израиле И причем дерево, которое может прожить столетиями Говорят, что оно само из себя рождает жизнь И у человека верующего оно всегда вызывает какие-то определенные ассоциации Очень трепетные такие Потому что это относится к одной определенной личности Это относится к определенной одной истории История, которая имела место в последние дни служения Иисуса Христа здесь на земле Здесь, в Гефсиманском саду, Иисус Христос переживает ту великую борьбу в своем сердце, в своей душе Потому что прежде всего нам нельзя забыть того, что Иисус – это Бога-человек Он, будучи Богом, стал человеком Он принял плоть нашу человеческую Он жил, как мы И здесь, в Гефсимании Он страдает Как любой из нас человек Понимая то, что его ожидает вскоре Понимая то, что очень скоро он будет предан самыми близкими его друзьями Которые с ним были последние три года Понимая то, что вскоре он окажется один Понимая то, что вскоре он должен взойти на Голговский крест Понимая то, что он вскоре окажется один между небом и землей И на нем будет лежать вина всего человечества Ведь он знал это И в Гефсиманском саду Возможно, у одного из деревьев оливковых он принимает решение И, отойдя немного, пал на лице свое Молился и говорил Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия Впрочем, не как я хочу, но как ты И приходит к ученикам и находит их спящим И говорит Петру Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь Чтобы не впасть в искушение Дух бодр, вплоть же немощно Сейчас я подхожу к тому камню Который по традиции считается камнем У которого Иисус Христос молился И взывал к Господу Говоря, отче, если возможно, да минует меня чаша сия Здесь, на этом месте он по преданию принимает решение Но, впрочем, не моя воля да будет, а твоя, отче Вот это его решение, оно стало для нас ключевым решением От которого зависело все наше будущее И мы сегодня имеем надежду Благодаря решению Иисуса Христа Да будет твоя воля А воля Отца была спасение человечества Иисус ходил по тем же самым местам Со своими учениками, как он находился И вот эти все места Они, конечно, определенные эмоции вызывают И особенно, может быть, вот Гефсиманский сад Когда ты видишь вот эти деревья Где камни, где Иисус склонял колени и молился Отцу Это, наверное, может быть особое впечатление Меня очень впечатлил Гефсиманский сад Ну, то, что впечатлил, а вот произвел на меня Такое очень глубокое какое-то такое самосознание Я расплакался и вот я понимал, что вот Христос взял на себя грех вину всего мира И мою вину И как-то почувствовал, что именно в этом саду Юда предал его вот как друга И я подумал, что, наверное, я тоже Иногда вот как-то отворачивался от Господа Мне стало так как-то больно И принял решение быть Господом Я знаю, что Он милостив и прощает И, наверное, вот эта реабилитация происходит в каждом И Иисус, как человек, понимает, что Его ждет И Он говорит, если можно, пусть по-другому совершится этот план Который приготовлен Но если по-другому нельзя Я готов принять этот путь Говорит, и еще отойдя в другой раз Он снова молится и говорит Отче мой, если не может чаша сия миновать Меня Чтобы мне не пить ее Да будет воля Твоя Я очень благодарен Иисусу Моему Богу За то, что в Гефсиманском саду Он принимает это непростое решение Решение Иисуса Христа Оно стало спасительным Для каждого из нас Решение Иисуса Христа